Доброе утро, Церковь Божья! Сегодня я хотел поговорить о нашем сердце, которое имеет огромную нужду в Господне. Вы знаете, я думаю, что у нас всегда есть причина, по которой мы ищем Господа. Приходим ли мы в собрание или приходим в свою молитвенную комнату. И эти причины, они могут быть разными. Я бы выделил четыре. Это может быть привычка. Мы много чего делаем в своей жизни, многие вещи делаем просто по привычке. Это может быть чувство долга, потому что многое, что в нашей жизни мы делаем из чувства долга. Это может быть чувство вины, что если я не буду искать Господа, если я не буду приходить в собрание, в церковь, то, наверное, это нехорошо. Но знаете, есть еще одна причина. И эта причина связана с таким состоянием, когда тебя влечет. И вы знаете, я думаю, что в основе этого состояния прежде всего лежит глубокое осознание своей собственной вот этой зависимости и нужды в Боге и в Его Слове. Когда ты хочешь быть там, где Бог. Кто-то может сказать, но Бог же везде, ведь сам Давид говорил, куда я убегу, куда я скроюсь от лица твоего. А кто-то другой сказал, вода тоже есть везде. Но чтобы утолить жажду, нужно найти источник, нужно найти кран, нужно прийти к этому крану и открыть его и напиться. Другими словами, нам всем нужен Бог, потому что Он тот, который дает жизнь тебе и мне. Но знаете, нас порой больше заботит, как бы нам не потерять работу, финансы, репутацию и так далее. И порой совершенно не заботит наша с вами душа, которая полностью зависит от того, кто дал ей жизнь. Потому Библия, знаете, она вновь и вновь предупреждает нас. Книга, притч, 4 глава, 23 текст. Там написано, что больше всего хранимого. То есть больше всего того, что ты пытаешься сегодня сохранить в своей жизни. О чем ты больше всего переживаешь. Вот больше всего этого, Писание говорит, храни свое сердце, потому что именно из него источники жизни. Другими словами, содержимое твоего сердца, оно определяет твою жизнь, оно определяет твои поступки, оно определяет твои желания, твои цели и так далее. Поэтому, знаете, хотелось, чтобы единственной причиной нашего следования за Богом было глубокое осознание своей собственной нужды в Нем и в Его слове. Я думаю, это самое лучшее состояние сердца перед Богом. Иисус сказал в Евангелии, что блаженны нищие духом. И, знаете, такое состояние сердца, оно обязательно будет его сохранять. Пусть Бог благословит нас с вами иметь вот эту глубокую нужду в Боге, чтобы это состояние, оно помогало нам сохранять свое сердце. Хорошего дня. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok